Дорогие друзья, на правах сопредседателя мне хотелось сказать, что действительно тема выбрана совершенно актуальна. И это важно еще и потому, что посмотрите, сколько локализаций будет сегодня освещено в рамках этой секции. То есть уже при большом количестве различных солидных опухолей мы можем успешно и эффективно использовать не цитостатическую терапию, которая исторически имеет ограниченную эффективность и выраженную токсичность, которой очень сильно опасаются наши пациенты. И, конечно, это одна из самых развивающихся областей, что и подтверждает количество различных лекарственных препаратов, относящихся к этому классу, а также количество новых опухолей, которые мы можем все более и более успешно лечить с помощью таргетной терапии. Немелкоклеточный рак легкого не является исключением. Это первая солидная опухоль, при которой выявление молекулярных нарушений и использование эффективных препаратов существенно изменило показатели выражения. Нет, первая, наверное, была все-таки рак молочной железы и тростозумаб. Но все-таки мы знаем о том, что наличие гиперэкспрессии HER2 или амплификации HER2 – это все-таки относительный критерий для эффективности тростозумаба, в частности, как первого таргетного препарата при раке молочной железы. Все-таки выявление пациентов с активирующими мутациями и использование низкомолекулярных препаратов, монотерапией низкомолекулярными препаратами, то есть уход от химиотерапии для этой категории пациентов, существенно повлиял на показатели их выживаемости, которые, в общем-то, являются основной целью того лечения, которые мы проводим для наших пациентов. Как у любого принципиального подхода, который является новым, наверное, во всей науке, не только в медицине, не только в онкологии в частности, внедрение таргетной терапии, таргетной терапии низкомолекулярными ингибиторами терозинкиназы, рецептора эпидермального фактора роста и последующих других терозинкиназ, для того, чтобы внедрить это в клиническую практику, потребовалось преодолеть много препятствий. Среди них, конечно, была и в какой-то степени ригидность клинического мышления, ригидность законодательства, которая требовала для регистрации препарата, для его использования у широкого круга пациентов, проведение крупных рандомизированных исследований, в рамках которых сравнение нового, однозначно более эффективного подхода, это не мое мнение, это мнение тех исследователей, которые, в общем, принимали участие в ранних исследованиях, которые показали феномен повышенной чувствительности и мелкоклеточного рака легкого с наличием мутации в день рецептора эпидермального фактора роста к таргетной терапии, потребовало, конечно, большого количества исследований и больших усилий со стороны, в том числе и мирового онкологического сообщества. Вы видите, сколько было проведено за это время исследований. Во всех было показано, что применение таргетной терапии в первой линии приводит к выраженному увеличению времени до прогрессирования, а также частоты объективных ответов. Я уж не говорю про профиль переносимости. Конечно, таблетированные пероральные препараты, которые не относятся к классу цитостатических препаратов, однозначно легче воспринимались и с большим желанием воспринимались пациентами. Я сам много видел таких пациентов, которые радовались, что им не нужно проводить цитостатическую терапию, а можно пойти по пути таргетной терапии. Соответственно, понимали, что у них не будет тошноты, рвоты, которая довольно часто встречается при использовании цитостатиков. Долгое время стоял вопрос о том, насколько же использование данного класса препаратов у пациентов с немилкоклеточным раком легкого влияет на общую выживаемость для больных. И на самом деле этот вопрос был показан относительно недавно для ингибиторов второго поколения, в частности для фотенибы. Два крупных исследования потребовалось, которые были проведены в Европе и в Азии, для того, чтобы показать, что использование терозенкиназных ингибиторов первой линии приводит к увеличению общей выживаемости у этих пациентов относительно использования в этой ситуации химиотерапии. Тем не менее, параллельно фактически с результатами этого исследования многие специалисты начали говорить о том, что влияние на общую выживаемость однозначно есть, и вполне возможно, что его не надо доказывать. Потому что больные с немилкоклеточным раком легкого, с первично диссеминированным процессом, начали жить 30 и больше месяцев. Конечно, мы никогда такого не видели, когда не использовали таргетной терапии. И вот сразу же клинический пример. Это наша пациентка, которую мы включили в клиническое исследование. У нее был выявлен немилкоклеточный рак легкого, гистологически это была аденокарцинома. Женщина беспокоила боль в грудной клетке и кашель. Ее также присутствовала немного одышка. Молекулярно-генетическое исследование гистологического материала позволило выявить у нее один из наиболее частых вариантов активирующих мутации – диалетсию в 19-м экзоне. И логично пациентка начала прием одного из таргетных препаратов и увидит, что уже в течение трех месяцев был достигнут выраженный эффект на фоне этого вида терапии. Но надо сказать, что мы уже ждали этого. И это не было для нас ни в какой степени удивительным, потому что практически у всех пациентов, которым мы инициируем лечение препаратами первого, второго, а теперь уже по еще немножко ранним, но все-таки уже довольно убедительным данным, и в первой линии при использовании ингибиторов третьего поколения, мы практически всегда получаем выраженный и длительный эффект. И дальше эффект длился, вы видите, в течение чуть меньше, чем двух лет. И пациентка чувствовала себя хорошо. Это армянская была женщина, поэтому у нее на протяжении всего лечения, которое длилось 22 месяца, у нее по опросникам качества жизни, которым мы задовольны, всегда все было бы очень плохо. Ее постоянно беспокоила то одышка, то выраженные головные боли, которые она иногда купировала, иногда одной таблеткой цитрамона, либо не купировала вообще, но при этом они все время очень сильно усиливались. У нее была беспрерывная алопеция, которая точно так же не давала мне покоя, я, тем не менее, мог очень сильно позавидовать ее волосам к окончании этого второго года. То есть, конечно, определенные специфические, характерологические особенности присутствуют. И, конечно, то, о чем сейчас говорила до этого Альбина Сергеевна, мне кажется, очень важно, потому что, к сожалению, это проблема наша, проблема отечественного здравоохранения, проблема тех пациентов, которых мы лечим, потому что большинство из них, они не всегда понимают, что с ними происходит и какова перспектива у того, что происходит. Человеку становится быстро, легко, в течение одного-двух месяцев у него уходят полностью жалобы, и он думает о том, что все хорошо, и опять начинает жить не настоящим моментом, а жить будущим, когда он строит какие-то планы, ждет того момента, когда все станет хорошо, и тогда он только начнет жить. На самом деле это не так. К сожалению, эти препараты, они дают нашим пациентам ограниченное время. Для ингибиторов первого поколения это от 10 до 12 месяцев, для второго поколения чуть больше, для третьего поколения ингибиторов при использовании их в первой линии, недавно были представлены эти данные, это время достигает 19 месяцев. Тем не менее, у всех, это можно сказать уже однозначно, у всех пациентов рано или поздно возникает прогрессирование. Что, в общем-то, случилось и у этой женщины. Посмотрите, на 22 месяце у нее появился дискомфорт в области лопатки слева, и при обследовании у нее было выявлено образование в области грудной стенки и небольшие изменения в печени, которые постепенно в течение двух месяцев после этого увеличивались, у нее нарастали симптомы. Вы спросите, почему мы не прекратили лечение этой пациентки? Потому что она получала лечение в рамках клинического исследования. По не совсем понятным для нас причинам международная команда не расценивала появление вот этих новых очагов, которые практически наверняка имеют опухолевую природу, как прогрессирование заболеваний. И здесь у меня будет к вам вопрос. Вот кто пошел бы, поднимите руки, потому что я не учел, что у нас будет интерактивное голосование, кто пошел бы на то, чтобы выполнить этой пациентке биопсию, чтобы получить материал и все-таки понять, с чем же связано у этой конкретной пациентки рост опухоли на фоне эффективного до этого лечения. Поднимите руки, кто бы выполнил биопсию? Ребиопсию. Сколько он? Получается, мне кажется, 50%. Конечно, сейчас, когда мы говорим про таргетную терапию, это является абсолютно обоснованным и абсолютно рациональным выбором. Это было несколько неоправданно, когда мы говорили про химиотерапию, потому что мы выполняли биопсию лишь для того, чтобы подтвердить, посмотреть, например, уровень экспрессии рецепторов эстрогенов или потери уровня экспрессии ХЕР-2, для того, чтобы определить тактику лечения. Тем не менее, это относилось к небольшой категории новообразования. Когда мы говорим про таргетную терапию немелкоклеточного рака легкого, это абсолютно обоснованно. Нужно выполнять повторную биопсию для того, чтобы понять, что произошло с опухолиными клетками, что привело к тому, что они потеряли чувствительность к эффективному до этого варианту лечения. И надо сказать, что в этом направлении проведена, ну если не сказать астрономическое, то колоссальная работа. Огромное количество исследований, которые я покажу позднее, они были инициированы фактически сразу же после выявления активирующих мутаций. Большое количество работ, которые показали возможность существования различных механизмов, которые определяют снижение чувствительности опухолевых клеток к таргетному лечению. Если обобщать, то все эти механизмы, они могут быть объединены в две принципиальные группы. Механизмы, которые принадлежат первой группе, это те ситуации, когда формируется обходной сигнальный каскад, когда активируется шунтирующий механизм, который позволяет опухолевые клетки получать те же самые сигналы, которые она получала при активации рецептора эпидермального фактора роста, но без использования этого фактора роста. Это может быть мутация БИРА, ВПИА-3К, амплификация ХЕР-2, амплификация МЕР. И другие варианты, варианты резистентности, когда происходят изменения в самом рецепторе эпидермального фактора роста, которые предотвращают его эффективное связывание с ингибиторами теросинкиназа предыдущего поколения. Это приводит опять-таки к тому, что возобновляется активность этого сигнального каскада, сигналы поступают в ядро, опухолевые клетки пролифилируют, делятся, и, собственно, мы наблюдаем то, что мы наблюдаем обычно при росте злокачественной опухоли. Большинство из этих механизмов получили подтверждение на клеточных линиях. Как это происходит? Несколько клеточных линий, они очень хорошо оттипированы, определена фенотипическая картина особенностей генетических изменений в конкретных клетках, и они экспозируются к различным лекарственным препаратам. Какие-то клетки продолжают расти, это и, собственно, есть те клоны, которые относятся к резистентным, какие-то погибают, это чувствительные клоны. Соответственно, дополнительное исследование клеток, которые продолжают расти, и говорит нам о том, чем же они отличаются от тех клеток, которые были до этого. Одним из механизмов является активация МЕД, которая, на самом деле, это может быть амплификация, это может быть гиперэкспрессия, это могут быть другие механизмы. И это не совсем удобная мишень, когда мы говорим про лечение, потому что до настоящего момента окончательно не определено, на что же нам ориентироваться, для того чтобы говорить о том, что есть в данном случае активность МЕД, как механизм резистентности, или нет. Тем не менее, если этот механизм идентифицирован, дополнение той химиотерапии, которая проводилась до этого, которая успешно блокирует рецепторы эпидермального фактора роста, дополнение новым препаратам, который будет блокировать и вот этот появившийся механизм резистентности, приводит, собственно, к прекращению деления опухолевых клеток, к снижению активности их пролиферации и, соответственно, противоопухолевому эффекту, который мы и хотим достичь, когда лечим наших пациентов. Так счастливо сложилось для наиболее частого варианта активирующих молекулярных нарушений при немелкоклеточном раке лёгкого, что в 60% случаев, то есть чаще всего, маличие появления резистентности связано с появлением новой мутации. И мне кажется, что это какое-то, конечно, счастливое стечение обстоятельств, что это же молекулярное нарушение, этот механизм резистентности, он и определял индолентное, не агрессивное течение заболевания. То есть, наверное, на первом этапе было важно, чтобы у врачей было какое-то время сориентироваться, понять, что же сделать без ухудшения самочувствия пациента, получить гистологический материал и проанализировать этот ген и те изменения, которые в них происходят. Что, собственно, и было сделано в 2005 году. В 2004 году были опубликованы первые данные об эффективности препаратов у пациентов с активирующими мутациями. В 2005 году Кабояши исследовал ген ИДЖФР методом секвенирования, тогда это было секвенирование по Сандлеру, длительный, тщательный, очень кропотливый метод. Тем не менее, он был проведен, была выполнена повторная биопсия, исследован ген, и выявлено появление новой мутации, которая изменяет конформацию и предотвращает эффективное присоединение ингибиторов первого и второго поколения, как мы уже теперь знаем, к АТФ-связывающему карману терозинки и наземь этого домена. Как я уже сказал, появление этого механизма резистентности определяет индолентное, относительно неагрессивное течение заболевания при прогрессировании на фоне ингибиторов предыдущих поколений. И надо сказать, что до появления эффективных препаратов, которые позволяли нам блокировать Т790М, это во многом позволяло нам использовать вот эту биопсию, использовать выявление этого молекулярного нарушения в нашей клинической практике. У пациентов, у которых выявлялся этот механизм резистентности, мы продолжали лечение после прогрессирования. В общем-то, не опасаясь каких-то катастрофических последствий для пациента, мы могли отпустить его на 1-2 месяца, зная, что опухоль будет постепенно расти, инструктировав пациента о том, что если у него появятся жалобы, он сразу же должен обратиться к нам, и мы уже тогда будем говорить о проведении другого варианта лечения. Долгое время это была химиотерапия. И, собственно, именно объяснение пациенту того, что несмотря на прогрессирование, мы можем еще на 1-2, а у некоторых пациентов очень надолго отложить проведение цитотоксической терапии, конечно, это был тот аргумент, который мы активно использовали в клинической практике. Тем не менее, выявление первичных молекулярных нарушений, выявление Т790М, как одного из наиболее частых вариантов резистентности, привело к созданию нового класса ингибиторов терозинкиназа, рецептора эпидермального фактора роста. Эти препараты синтезировались с учетом того, что появляется Т790М. Синтезировались, принимая во внимание, что Т790М, как наиболее частый вариант молекулярных нарушений резистентности, определяет последующий рост опухолевых клеток. Уже тогда были предположения о том, что Т790М может предсуществовать в самом начале, и время до прогрессирования определяется скоростью роста Т790М, содержащего клона. Поэтому новые препараты синтезировались для того, чтобы блокировать рецептор с активирующими мутациями, рецептор, который несет Т790М, который является тоже активирующей мутацией, или имеет две этих мутации. При этом новые препараты в меньшей степени подавляли, блокировали нормальный рецептор, чтобы, конечно, привело к существенному снижению токсичности, которую мы наблюдали на ингибиторах первого и второго поколения. Наконец, эти препараты дошли до клинической практики. Посмотрите на водопад, который мы видели у пациентов, которые были включены в раннее исследование. Исследование первой фазы. По цитостатическим препаратам мы с вами знаем, что исследование первой фазы практически всегда нацелено на то, чтобы определить максимально переносимую дозу, оптимальный режим введения, в который будет исследована эффективность, последующих вариантов лечения. Здесь другая ситуация. Посмотрите, практически у всех пациентов, которые были включены в исследование, наблюдалось уменьшение размеров опухоли. Еще и более выраженный эффект наблюдается у тех пациентов, у которых перед началом лечения было выявлено Т790М, потому что конкретно для блокирования активирующих мутаций и Т790М был разработан этот препарат, что, собственно, он успешно и реализует. И все это проявляется, безусловно, и в показателях выживаемости, которые крайне важны для клинических исследований, крайне важны для нашей клинической практики. Посмотрите, время до прогрессирования на фоне ингибитора третьего поколения асимертениба, тогда он назывался АСД-92-91, составил 9,6 месяцев, против 2,8 месяцев у тех пациентов, у которых не было выявлено Т790М. Соответственно, вопрос о возможности использования этого препарата при прогрессировании на фоне ингибиторов первого или второго поколения и регистрация этого показания потребовала, конечно, проведения опять-таки крупного рандомизированного исследования, где у пациентов с наличием Т790М требовалось сравнение с цитостатической терапией. И здесь, безусловно, таргетный подход подтвердил свою обоснованность и целесообразность как и в первый раз, как и при использовании в первой линии. Время до прогрессирования частоты объединенных ответов были существенно выше при использовании таргетного препарата, чем при использовании стандартного и наиболее эффективного варианта лечения для пациентов с аденокарциномой легкого, опиметриксет и карбоплотин. И посмотрите, то же самое мы наблюдали и у нашей пациентки. При переходе на ингибитор третьего поколения происходит существенное уменьшение размеров очагов печени и некоторое, даже я бы сказал, с кальцификацией, то есть небольшое уменьшение размеров, но полная фактически кальцификация очага в грудной стенке, которая проявлялась безусловным улучшением качества их жизни, снижением симптомов, которые были связаны с этим образованием. Тем не менее, женщина, несмотря на меньшую токсичество этого препарата, продолжала все равно жаловаться на зуд, на аллопецию, на периодическую диарею и на появляющиеся у нее иногда голодные боли. К сожалению, как это часто бывает в медицине, когда жизнь значительно сложнее, чем те методы, которые мы используем для ее оценки, чем наше представление о том, как организована эта система, участие пациентов, данные конкретно препарата и, собственно, все препараты, которые существуют на настоящий момент, они не работают. И первичная вот эта резистентность, когда максимальным эффектом лечения является прогрессирование заболевания, когда уже при первом обследовании вы выявляете рост размеров очагов, может быть связан с многообразием причин. Одно из них может быть то, что когда мы определяем Т790М, мы определяем один вариант молекулярного нарушения. И мы не учитываем, что даже в пределах одного очага, а уж тем более нескольких очагов, могут присутствовать клоны с различными вариантами молекулярных нарушений, в том числе и те, которые мало чувствительны к действию данного конкретного препарата. Второе, что происходит, это то, что мы на самом деле еще далеки от окончательного понимания, что же нам делать с этой мутацией резистентности Т790М. К сожалению, использование различных методов позволяет нам говорить о том, что эти мутации могут встречаться с различной частотой. А это, с одной стороны, говорит о том, что мы можем пропустить мутацию там, где она есть. С другой стороны, мы можем выявить единичные, сейчас уже это актуально, единичные клетки с наличием этой мутации, которые, безусловно, ответят на лечение. Но при этом, конечно, не они определяют течение заболевания, не они определяют прогрессирование опухолевого процесса на фоне таргетной терапии. К сожалению, в пределах даже одного опухолевого очага могут существовать различные варианты механизмов резистентности. И вот самый, наверное, неудачный и самый сложный для интерпретации момент, это когда сочетается Т790М и амплификация МЕД. Сейчас идут уже другие исследования, когда используется ингибитор МЕД в комбинации с асимертенибом при прогрессировании, которое связано с появлением, с активацией МЕД, который связан в первую очередь с амплификацией. Это очень непростое и сложное исследование, в том числе потому, что для того, чтобы идентифицировать эту группу, которая будет чувствительна к ингибитору МЕД, нужно четко понять, что он активирован, что этот сигнальный каскад является активным. И по плану компании, которые проводят исследования, для лечения этим препаратом будет подходить лишь один из 26 пациентов, у которых возникло прогрессирование на фоне асимертениба. То есть это очень получается редкий, сколько, 4, наверное, ну очень редкий механизм резистентности. Но, тем не менее, это требуется для того, чтобы доказать, что препарат будет работать в случае, если этот механизм резистентности имеет какое-то значение. Другая особенность. Посмотрите на те же данные первой фазы, которые до этого были объединены в один водопад. Здесь они разделены по наличию или отсутствию Т790М. Посмотрите на нижний водопад. И те пациенты, у которых на фоне лечения выявлялось уменьшение размеров, несмотря на то, что у них отсутствовала мутация Т790М. Это та проблема, с которой начинаем уже сталкиваться и мы в клинической практике, используя в частности в рамках расширенного доступа ингибиторы третьего поколения. Я часто ссылаюсь на эту работу, потому что мне она очень нравится. Она великолепнейшим образом иллюстрирует то, что мы на самом деле очень далеки от понимания механизма резистентности, даже тогда, когда они связаны с Т790М. И то, что использование ингибиторов третьего поколения привело к существенному увеличению показателей выживаемости у пациентов с наличием Т790М, в общем-то, это скорее удача, чем результат какой-то целенаправленного понимания того, что происходит. Посмотрите, это ситуация, когда у мужчины прогрессирование было связано с появлением выпадов плевральной полости. Оттуда забрали клетки и посадили их на питательную среду. И получили несколько клонов. И оказалось, что даже в пределах одного очага, которым является выпад плевральной полости, существует несколько различных клонов, рост которых определен различными механизмами резистентности, различными сочетаниями механизмов резистентности. То же самое касалось, вы видите, был биопсирован очаг на плевре, который подозрительно похож на тот очаг, который мы наблюдали у нашей пациентки. И даже в пределах одного мягкотканного очага могут присутствовать несколько клонов, которые, собственно, и определяли его рост, и какой из них будет расти на фоне терапии даже ингибитором третьего поколения, однозначно мы сейчас сказать не можем. С одной стороны, хорошо. И я лично считаю, что это, наверное, является самым большим прорывом последнего времени. Это появление, в том числе и у нас в стране, в Институте онкологии, в нашем центре, появление возможности для исследования циркулирующей опухолевой ДНК, для того, чтобы найти и выявить те механизмы резистентности, которые присутствуют во всем организме. Это принципиально важно, потому что это позволяет нам не подвергать пациента опасной процедуре, биопсии, которая довольно часто является инвазивной, требует хирургического вмешательства, а позволяет определить, есть ли у пациента резистентность, просто взяв у него кровь и подождав три дня, пока будет проведен молекулярно-генетический анализ. К сожалению, этот метод пока даже не близок к совершенству. Посмотрите на правый график. Наличие или отсутствие мутации Т790М не позволяет разделить пациентов на чувствительных и нечувствительных к терапии асимертенибом в частности. Почему? Потому что у 23% с использованием имеющихся на настоящий момент методов будут получены ложно-отрицательные результаты. То есть у них есть Т790М, при этом она не выявляется в циркулирующей опухолевой ДНК. Связано это с тем, что количество опухолевой ДНК, которая циркулирует в плазме, крайне невелико. И, собственно, это не позволяет ее выявить и определить высокочувствительными методами наличия молекулярных нарушений. Что происходит с другой стороны? Смотрите, это тоже наш пациент, который получал терапию ингибитором первого поколения. У него был великолепный эффект. К сожалению, правда, недолгий. Он только 6 месяцев лечился препаратами. Но такое тоже бывает. Мы такое тоже наблюдаем. В какой-то момент у него появились метастазы в печени. Они сначала идентифицировали, когда они были очень маленькие, меньше сантиметра. Постепенно они росли. И вот видите, мы довели до того, чтобы пациенту было 3 очага в легкую. При этом самочувствие было относительно нормальным. И на этом этапе мы решили выполнить ему биопсию. Выполнили биопсию и определили Т790М. При этом мы сделали пациенту и анализ крови на наличие циркулирующей ДНК. И точно так же подтвердили, что у него есть Т790М. И посмотрите, что произошло дальше. Мы начали терапию асимиртидиба. Мы увидели, что все очаги в печени у пациента ушли. Но, к сожалению, что еще произошло? У него продолжился рост очагов в грудной клетке. Это связано с тем, что оценивая один фактор резистентности в циркулирующей опухолевой ДНК, мы не можем оценить всю гетерогенность, которая может присутствовать в различных очагах. И мы не можем оценить, скажем, всю палитру тех механизмов, которые используются. И применяя в этой ситуации один препарат, мы, как и получилось в этом случае, оставили клон клеток, который был связан с другим механизмом резистентности, без активного блокирующего воздействия. И, соответственно, это привело к прогрессированию пациента. Ну и вскоре после того, как мы закончили терапию асимиртидиба, мы успели провести только два цикла терапии по клетокселам. И в прошлом году зимой, сразу после Нового года, он погиб. Является ли это ошибкой? Нет. Пока на настоящий момент это не является ошибкой, потому что идентификация Т790М в циркулирующую опухолю ДНК позволяет назначать этот препарат. Но, к сожалению, уже сейчас очевидно, что участие пациентов это не позволит нам обеспечить максимальный контроль за заболеванием за счет того, что у них присутствуют другие механизмы резистентности. Но все развивается дальше и, к сожалению, даже ингибиторы третьего поколения не приводят к излечению пациентов. Уже сейчас идентифицированы механизмы, среди которых наиболее частым является появление еще одной новой мутации Т797С, которая точно так же изменяет информацию, приводит к нечувствии, к препятствию взаимодействию ингибитора третьего поколения с Т1-киназным рецепт с АТФ-связывающим карманом и, соответственно, к росту опухоли на фоне терапии ингибитором третьего поколения. Есть данные пока ранее о том, что когда резистентность связана с появлением С797С, могут быть использованы ингибиторы первого и второго поколения. Это данные предклинические, конечно, они требуют, потребуют колоссального подтверждения, но, тем не менее, это та зацепка, которая позволит нам использовать в этой ситуации до того, как появятся клинически доступные ингибиторы четвертого поколения, а такие уже есть, ультраселективные ингибиторы, которые блокируют терзенкиназу с конкретным вариантом молекулярных нарушений, и они еще более эффективны, но существенно обладают более узким спектром. К сожалению, и на фоне ингибиторов третьего поколения резистентность имеет крайне высокую гетерогенность. Вы видите изменение концентрации, соотношение клонов с различными мутациями, которые определялись по циркулирующей опухолевой ДНК. И, к сожалению, мы, опять-таки, знаем еще далеко не все механизмы резистентности, которые имеют отношение к прогрессированию заболеваний на фоне ингибиторов первого и третьего поколения. Увидеть, что секвенирование это новый метод. Секвенирование следующего поколения, циркулирующей в крови опухолевой ДНК, позволяет нам выявить новые методы, в частности, как в этой ситуации, это транслокация FGFR3 как механизм резистентности к асимертинибу. Все это говорит о том, что, конечно, мы еще в начале пути и нам предстоит большая и длительная работа для того, чтобы понять, как же правильно нам нужно лечить пациентов с наличием активирующих мутаций и, уж страшно сказать, возможно, когда-то кого-то нам удастся вылечить с помощью этого подхода. Спасибо. Глубоковажаем Федор Владимирович, спасибо большое за очень интересный доклад, это просто еще раз хотела сконцентрировать внимание. То есть мы, если говорим о реобиопсии, у нас, да, есть возможность жидкостной биопсии, и если мы не определяем наличие мутации T790 это является ли то, что у пациента в алгоритме действия обязательно должна быть повторная биопсия материала из ткани? Это совершенно блестящий клинический вопрос, который на настоящий момент решен совершенно четко, действительно это так. Если мы получили негативный ответ по биопсии циркулирующей опухолевой ДНК, то это, к сожалению, не означает, что у данного пациента нет T790M и не означает, что у него не будет эффективен асимертинип. Это требует биопсии одного из очагов и определение T790M в ткани опухолевых. И еще такой достаточно клинический вопрос. При выявлении метастаза в головном мозге, при контроле над основными экстракраниальными метастазами, если мы выявляем метастаз в головном мозге, какова тактика? Вот к стабилизации основных очагов... Или на фоне... Нет, мы говорим конкретно сейчас на фоне асимертинипы. Насколько я себе представляю, тактика в этой ситуации абсолютно такая же, как и на фоне ингибиторов первого поколения. То есть использование локальных методов лечения, радиотерапии, радиохирургии, хирургического даже воздействия, удаления этого очага, оно, безусловно, приводит к удлинению срока, который пациент эффективно получает конкретно этот ингибитор, просто за счет того, что удаляется клон, который резистентен к нему, и что, возможно, предотвращает на какое-то время возникновение резистента. А означает ли, что это клон резистентный? Или же просто если метастаз головного мозга сформировался, значит гематоэнцефалический барьер недостаточно проницаемый. С помощью локального метода контроля стереотоксической лучевой терапии мы, условно говоря, разрушаем гематоэнцефалический барьер, и препарат попросту поступает к очагу. Может быть, это не резистентность, может быть, просто препарат недостаточно поступает. Там же ситуация... Хотя, по сути, это не крупная молекула, это малая молекула, но тем не менее. Насколько я знаю, ситуация с проникновением... То есть, действительно, концентрация препаратов, в том числе и асимертениба, она существенно ниже в цереброспинальной жидкости. Но это связано не с тем, что молекулы хуже туда проникают, они хорошо туда проникают, а связано с тем, что для конкретно этих препаратов, по неизвестным, например, так получилось, присутствует высокая активность помп, которая выкачивает этот препарат из цереброспинальной жидкости. Это приводит к тому, что концентрация препарата там действительно в 10 или 100 раз меньше. Насколько я знаю, проводятся исследования асимертениба в более высокой дозе при, например, поражении оболочи головного мозга. И пока этих данных нет, но можно предположить, что в этой ситуации может быть достигнут эффект. С точки зрения разрушения гематонисфолического барьера, возможно это и так, но в большей степени это, конечно, относится, наверное, к облучению всего объема головного мозга. Что же касается воздействия на конкретные очаги, мне кажется, что, наверное, это связано с воздействием на гетерогенность опухоли. То есть мы на какое-то время тот клон, который уже начал расти, мы его блокируем, удаляем и после этого даем другим опухолевым клеткам еще время, чтобы достичь того же уровня. И еще такой вопрос. Предположим, вот я тоже на тот момент на асиммертинибе возникает локальный метастаз. Вот насчет вашего мнения по поводу обскоплоэффекта. То есть, если, предположим, мы продолжаем терапию ингибиторами, локально воздействуем, у нас сейчас есть возможность стереотоксической лучевой терапии, то есть, насколько возможно при единичных метастатических очагах контролировать их локально и продолжать основную терапию при стабилизации в остальных очагах? Мне кажется, это именно то, что надо делать. То есть, вне всякого сомнения, локальное воздействие на прогрессирующие очаги приводит к увеличению времени до появления той резистенции, которая потребует уже перехода на другой вариант лечения. К сожалению, здесь однозначно сказать о том, что пациенты живут дольше из-за вот этого воздействия на очаг и удаления этого клона или просто те пациенты, у которых возможно это локальное воздействие, то есть прогрессирование заключается в, как можно сказать, олиго-прогрессировании, в появлении одного, двух, трех, пяти очагов. Это просто отдельная категория пациентов и у них реализуется какой-то отдельный механизм либо резистентности, либо отдельный механизм взаимодействия между организмом и опухолью. Что касается, если говорить про обскопальный эффект, который связан с тем, что воздействие на очаг 1, чаще всего лучевой терапии, приводит к гибели опухолевых клеток, высвобождению антигенов и может реализовываться в противоопухолевом инфекте иммунной системы на отдаленных, на другие метастазы, на которые не проводилось непосредственного воздействия, в отношении ингибиторов тирозинкиназ это, к сожалению, маловероятно. Еще и потому, что, не только потому, что они непосредственно действуют на тирозинкиназу, на опухолевую клетку, блокируют ее и, собственно, вот этим и ограничивается действие этих препаратов. Вторым фактором, который я слышал, мне он очень понравился, является то, что опухоли, которые имеют активирующие мутации, ну, это было показано конкретно для опухоли с наличием мутации и GFR, они характеризуются высоким уровнем экспрессии CD73, который участвует в метаболизме аденозина, который формирует вокруг опухолевых клеток атмосферу такой вот, которая блокирует активированный лимфоцит. Собственно, поэтому отчасти, наверное, те модулирующие подходы, которые мы активно используем сейчас, анти-PD-1, анти-PD-L1, они малоэффективны при опухолях с наличием активирующих мутаций и GFR в частности. То есть, если я правильно поняла, сейчас парадигма лечения такова, если на фоне ингибиторов, тирозинкиназных ингибиторов возникает прогрессирование, то оно должно быть настолько убедительным, либо появление принципиально новых очагов, которых мы не сомневаемся, а то, что возникновение роста тех очагов, которые были раньше, или умеренный рост, я хочу сказать, в пределах каких-то допустимых погрешностей. То есть, для меня вот сейчас я хотела ваше мнение узнать. Каков подход в отношении тактики ведения больных при прогрессировании на тирозинке и назначенных ингибиторов? Оптимальный ответ на вопрос о том, какой бы подход здесь был оптимальным, мы, к сожалению, еще не получили. И пока предпосылок к тому, что мы его получим, нету, потому что для этого бы потребовалось проведение клинического исследования, в рамках которого у пациента с наличием клинического прогрессирования осуществлялся бы переход на новый вариант лечения. Другая группа пациентов, это те пациенты, у которых определялись механизмы резистентности в крови, которые предшествуют на 1-2 месяца клинической резистентности, клиническим проявлением резистентности, они бы переключались на новое лечение по факту выявления резистентности в циркулирующей опухоли и у ДНК. Третий вариант это те, у которых переход осуществлялся бы при возникновении уже клинических признаков прогрессирования, то есть жалоб у пациента. И, конечно, сравнение, это было бы очень важно. Что я могу сказать в отношении того, что мы пытаемся использовать в нашей клинической практике? Это, конечно, совет, который я получил от одного из лидеров в этом вопросе. Он сказал, что они вообще не ориентируются на компьютерную томографию, когда они проводят терапию ингибиторами первого и второго поколения. То есть единственное, на что они ориентируются для, скажем, появления вопроса о смене тактики лечения, это на клинические жалобы. Клиническая значимость прогрессирования. Спасибо большое. Да, вопрос, пожалуйста, Алексей Викторович. Скажите, пожалуйста, у нас есть трех поколений, по факту, но говоря о первом поколении, третьем поколении. Как с вашей точки зрения лучше назначать ингибиторы первого поколения, дожидаться мутации, выявлять эту мутацию, назначать ингибиторы третьего поколения потом или сразу назначить ингибиторы третьего поколения и уже не иметь дела тогда с повторной биопсией и определением вот этого механизма резистентности. Какая тактика оптимальна? Анастасия Викторович, как всегда, глубокий, спасибо большое, глубокий такой клинический вопрос, который на самом деле сейчас обсуждается активнейшим образом во всем мире. Собственно, на него ответа нет, потому что каждый здесь живет в условиях реальности, которые определяются теми условиями, 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 теми условиями, которые есть. У нас это, безусловно, стоимость и расходы на обеспечение лекарственной помощи. Потому что ингибиторы первого поколения стоят в районе 100 тысяч рублей. Ингибитор третьего поколения стоит, мне не дадут соврать, по-моему, больше 400 тысяч рублей. То есть, конечно, увеличение, попытка перехода у всех новых пациентов на ингибитор первого поколения, которые уже, теперь эти данные есть, закончены, получены первичные результаты исследования флаура, где показано, что ингибитор третьего поколения фактически в два раза более эффективен с точки зрения времени допрогрессирования, чем ингибитор первого поколения. Соответственно, это в четыре раза увеличит расходы только на обеспечение пациентов с наличием активирующих мута. С точки зрения того, что лучше 10 месяцев первой линии и потом 10 месяцев во второй линии, как мы знаем по результатам исследования Аура-3 или 18 и 9 месяцев в первой линии, это вопрос, который как бы сказать деликатно, он как бы с одной стороны научный и для того, чтобы, ну, всем понятно, что нужно сделать для того, чтобы получить на него ответ. Нужно провести исследование, одним начать в первой линии третьего поколения, а вторым начать сначала первого, а потом переход на третье поколение. но как бы вот я даже на тех конференциях, которые я посещал, наблюдал изменение парадигма, когда сначала говорили о том, что как здорово, что у нас есть последовательность, то есть мы можем сначала использовать первое поколение, а потом третье, и это классно, потому что у нас есть выбор, мы сначала пациенты одно получают, потом другое. с другой стороны, как еще даже до того, как были получены результаты исследования Flower-3, специалисты начали говорить о том, что как the best first, да, то есть лучшая первая. И этому тоже есть, конечно, логичное обоснование, потому что, конечно, часть, то есть, во-первых, не у всех пациентов развивается резистент за счет Т790M, соответственно, как минимум 40% мне нужно будет этот препарат, а единственной опцией в настоящий момент у них будет химиотерапия. С другой стороны, к сожалению, участие пациентов в прогрессировании заболевания на фоне ингибиторов тирозинкиназ сопровождается резким ухудшением, соответственно, эти пациенты просто могут погибнуть, даже если как бы будет доступен для них тот или иной таргетный препарат. Поэтому здесь это сложный вопрос, который, наверное, когда-то будет решен, но вот как вопрос с таргетной терапией ингибитором первого поколения был решен в течение 10 лет, и вот сейчас уже все в России получают с наличием активирующей мутации получают таргетную терапию. Возможно, на нашем с вами веку еще будет момент, когда все пациенты получают первую линию ингибитора третьего поколения. Спасибо большое. Да, поблагодарим Федора Владимировича. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok